Ладно, давай, я буду пытаться комментировать эту хрень. Удачи! Всё, поехали, друзья, и начинаем. Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами Каспер, с вами StarLadderTV, с вами Mouse Sports против LGD. Первое место группы LGD, которые вообще играют пока что идеально. У них 12 карт, 12 побед. Ни одной карты вообще они никому не отдали, и почти без шансов укатывали любого противника. Давайте посмотрим, кто у нас там играет. Команда LGD, XIAO8, DDC, SILAR, YAO и DD. Команда Mouse Sports, более знакомые нам никнеймы. 1437, Black, SinkSink, SexyBamboo и Kuroki. Kuroki, который играет вместо KVM, которому не дали визу, как мне, муахаха. Поехали, посмотрим, что там пацаны напекали. Так, где вот эта штука мне нужна сейчас? Да, и вот это убираем. Пик команды Mouse Sports, Лишрак, Shadow Demon, Antimag и Windrunner. Последний сейчас уже на очереди. У команды LGD мы видим Shadow Shaman, Brewmaster, Sankin, Morphling и Darkseer. Darkseer. Опасный вообще персонаж-то Darkseer. Ну и крайне неприятный, учитывая наличие Antimaga в команде Mouse Sports. Ну, думаю, будут там Аганимы, Вейлы и все что угодно. В общем, ладно, об этом немножко попозже. Сейчас последний все-таки выбор за маузами. Надо пока что, наверное, вот я твитдек нам запилю, чтобы можно было нормально следить за игрой. И нет, вот это надо убрать. Это надо убрать. Да, и все. И пишите в твиттер по хэштегу teidwaru и teidwarcasper, если сообщение адресовано мне. Ну, погнали. Да, это все-таки Enchantress. Лесная, конечно же, будет у нас Enchantress. Antimag на легкой. Лишрак, скорее всего, будет стоять или... Да, Лишрак, скорее всего, будет стоять в миде. Да, это SingSync. Bamboo будет в сложной. И погнали. Мне нравится эта барабанная дробь. Опасная вообще штука. Надеюсь, все работает отлично. Да, действительно, все работает отлично. Кстати, сейчас буквально еще один момент. Я жутко, жутко, жутко извиняюсь. Но надо... А, нет, не тут. Это ок. Это все ок. Мне нужно вот это. Вот так. Да, 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 да. Все. Теперь все точно хорошо. И поехали смотреть за игрой. Команда Моуспорт 1437 играет у нас на Шадо Демоне. Синг-Синг на Лишраке. Это Курьер тут? Да, да, да. Это такой Курьер тут в кустах заныкался. Куроки на Enchantress. Блэк, конечно же, на Antimag. Ну и Бамбу у нас уже вот на нижней линии. На Свиндранер. ДД, команда LGD на Синг-Кинге. Яо, Брюмастер, ДДЦ на Расте. И Силар Морф, конечно же, естественно. Силар Морф, Ксяуэйд будет ставить на сложный на Дарк Сире. Хорошо. Интересное будет противостояние в миде Силар против Лишрака, потому что Леш сам по себе, ну, очень-очень тонкий. А умение играть Силара мы все прекрасно знаем, поэтому будет вообще беда. Так. Где, 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 где? Нет, все, стрим опять возвращается. Что-то мне не нравится. А, вот, все, 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 поехала картинка. Картинка теперь дает нормальный битрейт. Погнали, боты вперед, завози виннера. М5 опоздали на игру. М5 техвуз получили. Нет, вроде бы еще не получили. И отличный комментарий. Бот за М5 пикает покруче, чем Артстайл. Ну, если бы Артстайл играл за М5, то, возможно, так и было. А вот у нас тут пики тоже достаточно интересные. И хорошо все показал 14-37. Дабла в миде все-таки, да. Шадодемон плюс Лишрак против Марфа. Вот вдвоем, конечно, будет очень тяжело Силару здесь стоять против двух таких сильных персонажей. Он сам по себе достаточно тонкий. Тут два рейнджевика и вот ДД. Я тоже не знаю, на самом деле, на что здесь рассчитывать. Хотя, с другой стороны, эти ребята тоже далеко не самые жирные персонажи. Бороу страйк, вейв. Если будет еще адаптив страйк какой-то качаться, то, возможно, что-то и получится. Но мне кажется, все-таки будет Силар качать перекачку. Потому что здесь всякие диаболики, сулкейчеры и прочая фигня. Короче, беда. Блэйк себя пока здесь не очень комфортно чувствует. За счет того, что Айншелл его бреет. Мягко говоря, бреет. Что-то помигали. Что здесь происходит? Нет, ничего здесь нету. Давайте откроем пока что крипстации. Посмотрим, кто как себя где чувствует. Это Синг-Синг 5-1. Имеет в миде Силар пока что 2-1. Да, и до сих пор так 2-1. Видим, видим, что не слишком приятно Силару здесь скачаться. Есть Плюшка. Блин, чуть-чуть не достает. Но сразу же сетка по ДД. Хороший стан от Лешака. Синг-Синг, куда же ты отошел? Дно Синг-Синг. Но нет, Плюшка залетает. Энчантры спроливают первую кровь. Синг-Синг на самом деле мог просто дать один удар Сенкингу. И он убежал. Я не знаю, он испугался. Первый левел Буру Страйк. Тут Вейв Фор максимум на 100 урона. Он со своими тремя сотнями. Четыремя убегает куда-нибудь. Куда-то, короче. Забейте. Да, да, да. Что пока внизу? Яо. Внизу Брюмастер. Стоит 7-1 Бамбу. 2-1. Несмотря на то, что вы видите Бамбу рейнджовый герой, это не мешает Брюмастеру подходить в упор и давать ему лещей. Антимаг. Влетает. Куроки. Блочит. Станом промахивается. Ну да, и... Не то, что промахивается. Там Дарксир очень грамотно убегал. И нету тут, конечно, никакой вины Куроки. Хорошо он все делал. Вот эти два Кентавра, они очень жесткие. Конечно, один из них, к сожалению, сейчас умрет. Через 3 секунды ориентировочно у него случится сердечный приступ. Бедняга. Здравствуй. У нас LGD против Маус Спортс. И Силар уже получает лещей на миде. Так, я чат вообще нажал, я еще плюсик напишу. Отличненько. Ну нормально, тут Силар отхватил. И нет у него больше ничего. А, вот Сенткинг. Сенткинг щедрый товарищ. Просто взял, подкинул Тангусиков дружищу. Ну это нормально. Вот это дабла. Вот это вот в миде. Да, Флай подошел, говорит, одобряет. Все отлично. Бамбу тут, конечно, ничего... Ни на что претендовать не может. Тут еще и ДДЦ девардит. Поэтому у Миндранер может быть все очень-очень печально. Опять мигает Куроки. Теперь уже Кентавра выпускает вперед. Такой стан. Ну-ну-ну-ну. Дарксир. Блин, такой же чара просто. Так жестко убегает. Но сейчас должны заблочить. Да, должен подбежать Кентавр. Кентавр дает стан. Хорошо, сейчас подпиливает, подпиливает Блэк. Слишком жирный Дарксир со своим... Стаут Шилдом. Вот не было бы у него Стаут Шилда. Он бы отъехал уже давным-давно. А так, дэмэдж он там нормально наблочил. Беда. Слишком толстый. Тут Силар опять под Сулкейчером. Короче, его, так понимаю, по кулдауну здесь напрягают. Ману что-то у демона особо не копится. Правильно, правильно все делают. Видим, что Морф на четвертой минуте имеет крипстат с 8.8. Что, по сути, не есть гуд. Лешрак вроде 9.3. Ну, такое. Единственное, что для Морфа хорошо, это то, что он экспы получает в два раза больше, чем эти ребята. Он уже 4.5, а тут 3. 3. Опять. Ах, чуть-чуть не по таймингу. Днище. Синг-синг. Слайд такой, смотри, ты думаешь, блин, почему мы не там, да? Где наша дабла в миде? Согласен. Я тоже согласен. Не, ну до этого все хорошо получалось. Видимо, что-то перенервничал, может, Синг. А Диаболик по его логинам? Привет. Синг-сингу привет передам обязательно. Со вторым станом, первым Диаболиком. Это чтобы попадать лучше. Антимаг тем временем имеет достаточно неплохой КС. Да, кстати, у нас уже на стриме там нормальная тусовка собирается. Всем спасибо за внимание. Эту игру также вы можете посмотреть через клиент Дота 2. Точно так же со звуком. Так, у меня опять отключается почему-то микрофон. Я буквально на секунду, я дико извиняюсь. Звук вот, опять-опять сбиваются настройки, чтобы вы понимали, о чем я. И теперь фразы не будут глотаться. Что-то спрашивает, что за тема с Тоби Ваном он не захотел на Дота ТВ стримить. Я, кстати, не знаю, что там за тема с Тоби Ваном, ибо на Дота ТВ стримить действительно не захотел. Так, промахивается. Синг-синг. Теперь слишком поздно. Ну, там Силар, я так понимаю, вообще просто прожимал этот вейв сразу-сразу, моментально-моментально, скажем так. Так, все, Силар подлечился. Да, и я б забрал паспорта в М5. Я б тоже забрал, наверное. Ну, мало ли что у них там произошло, вдруг там, я не знаю, какие-то действительно уважительные причины. Вдруг их действительно в обезьяннике закрыли где-то. В общем, забейте, друзья. Не критично. Силар. Булки-то расслабил Силар и продолжает стоять на линии вообще практически безнаказанно. Килсов никаких нигде нету. Единственный фраг был, мы видим, у команды Маус Спортс. Ну, это забрали тогда с Анкинга на миде, я думаю, многие помнят. Но ничего, сейчас я, сейчас я раскочегарюсь и начну шпарить. Просто команда действительно как-то сейчас слишком уныло действует. Кроки создает некий экшен на топе, не дает Дарксиру подходить особо близко. Но Дарксиру это не особо смущает. У него слоу ринг, у него хороший сейчас реген хп, у него вообще все отлично. И Силар фармит. Денает, денает сейчас там 14.37, но мы видим, продолжает. Я не понимаю, что происходит, хотя нет, с другой стороны я понимаю, Мауза не видят противника, не видят двух игроков. Это Раста и Сенткин, которые сейчас как раз подходят на мид. Там, скорее всего, они в смаке стоят. Да, да, они стоят как раз таки в смаке. И готовы уже помогать Силару убивать этих двух тончайших пацанов. Вот, влетает сейчас Силар, Дизрапшн, Солкетчер, Стан, хороший Стан по двоим от Синсинга. Мне кажется, он сам даже не ожидал, что только что спас жизнь себе, не знаю, ну тиммейт далеко находился. А вот себе он жизнь только что спас этим Станом по Сенткингу, конечно же. Конечно же по Сенткингу. Тут Кроки продолжает носиться по лесу. Вот Ксяуэйд пробежал, прочекал. Блэк теперь с Ринг оф Хеллсом может нормально держать на себе крипов. С Тауршилдом. И готовится забег на Бамбу. У Бамбу Виндран и второй пауэршот. Шекла нет, Шекла нет, вязать нечем. Это, конечно, неприятно. Но я думаю, как-то переживет. Синг подбирает реген. Находит его ДД. Но тут сразу кажется, кажется, проблемы сейчас у Синсинга. Да, будет сейчас Морф появиться. Но Синсинг успевает отожраться. Нужно еще пить. Пить банку нужно. Пить банку, бежать. Пить банку, бежать. Бамбу, скорее всего, сейчас будет убивать. Морфин просто делает даблкил. Короче, Силар, Силар делает трипл. Это просто мастер фидинга, друзья. Ну, блин, я не знаю. Может быть, Леш понял, что его сейчас Морф убьет с руки. Но, блин, пить банку, бежать. Пить банку и бежать нужно было. Тут 370 МС у Морфа намного-намного меньше. Морфа его никак не догнала. Но пришлось бы там, может, вейв тратить, там, бегать куда-то. Короче, я думаю, вы поняли, о чем ей нельзя было останавливаться. Тут в это время врыв идет на Бамбу. ДДЦ хиксит. И сетка. ТП на Тауэр. Бамбу отходит. Вот Бамбу пьет Боттл и убегает. Пьет Боттл и убегает. Хорошо. Тут уже 1437. Повершот. Короче, все вообще куда-то улетело. Непонятно, куда Яоо уходит. Моузай творят вообще непонятно что. Это кошмар. Я не знаю, может быть, переволновались. Но там должны были забирать Бримастера. Однозначно. Что тут Силар? I'll take that. Ну, хорошо. Xiao 8. Фу. Да, печальное начало для Маус Спортс. Посмотрим, что там по деньгам. 750 голды. 2, почти 3000 по XP. Они сейчас летят. Ну и главная, конечно, угроза. Это Морфлинг, который уже 1500 насобирал. Покупает себе сразу же Power Threads. Силар не любит играть. И не только Силар, а Зиаты. Я заметил Бернинг. Формя вчера там 25 минут просто безбожно насобирал уйму денег. Я думал, сейчас как купит себе Эзериал Блейд. Что же делает Бернинг? Бернинг просто берет, покупает себе Линкен Сферу. И идет дальше фармить. Ну, короче, тотальный маразм порой бывает у азиатских кэрри. Потому что против него тоже тогда против Бернинга играли ребята, подобные Shadow Demon или Шракуну. То есть ваншотный для него, если бы у него появился Эзериал Блейд. В результате, я же говорю, пацан собрал себе Линкен Сферу и вообще не парился. Заходит 1437. Тут много, кстати, на него запрыгиваю. 1437 должен быть Disruption. Друг не успел. Он уже замахал, махал ручками. Но нет, не получилось у него спрятать себя в Disruption. Там анимация долгая, все очень печально получилось. С Сенкинг там стальные нервы стоял и ждал до потери пульса. Вместе со своими иллюзиями там вытанковывал как-то. Кстати, качается, да, тут без пассивки мы видим ДД. Опять тут Морф въезжает Синг Синга. Короче, Морф полностью сейчас убивает мид. У него уже 40 добитых крипов. Конечно, 60 антимага. Ну, надо фига больше. В полтора раза, по сути. И у Блэка уже 2800 голды. У него уже практически есть Battle Fury. Причем я уверен, что Блэк, он соберет себе сразу первым майтумом БФ. По какой причине? По той причине, что с Battle Fury он будет фармить намного-намного быстрее. И, понятное дело, пойдет даже куда-то Лиса выфармливать. Ему пофиг, его ловить не будут. Его смогут убить только когда у Расты появится какой-нибудь Блинк Даггер. И когда Раста будет заезжать в него с Хикса, потом ловить в сеточку. Ну и все в том же духе. До появления Блинк Даггера у Расты антимагу практически ничего не угрожает. Потому что дизейблов тут минимум. Вот, вот. ДД еще может его станом копнуть. Все остальное ловить больше антимага нечем. Единственное, что можно сделать с антимагом, это, конечно, убить его в драке. Мы видели такие исходы. И, кажется, Моу Спорт даже играли. Когда Блэк хорошо вроде нафармил у него, там, Battle Fury, Монтастайл. Но команда противника была настолько отожранная, что просто не оставляла шансов его команде. А сам он в соло не мог пятерых убить к тому моменту. Потому что два слота, это такое дело. У М5 есть 10 минут, чтобы явиться на вторую игру. Иначе им грозит полная дисквалификация с турнира. Отличный план, М5! И, опять же, я говорю, что, скорее всего, там какие-то серьезные проблемы. Ну, может, просто ПГГ всех замошнил. В общем, Сяуэйт убегает под Сулкейчером. Морф тоже непонятно какие-то телодерживания совершает. Он на хосте бегает. Убить никого, конечно же, на халяву он здесь не сможет. Ему не позволят этого сделать Моуза. Хотя, кто их знает. И Бамбу. Убегает Бамбу на нижнюю линию вновь. Бамбу с нее даже и не уходит, по сути. Тапка нету, ничего нету. Или в курице, может, что-то летает. В курице летит Баттлфьюри для Блэка. Уже отлично. Да, только-только насобирал он денег. И я думаю, на самом деле, можно смело уже идти там в фарм. Или пойти попытаться пропушить вышку. Почему бы и нет? Просто взять Кроки, хотя бы там с парой крипов. Сабух и Волк. Я считаю, Сабух и Волк это самые офигенные крипы для пуша. Один дает... Ой, ее тут забирают просто через ульт для Шрака. Один из этих крипков дает хорошую атаку, второй хорошую броню. Тут просто по всем фронтам сейчас начинают потихонечку гонгировать парни из команды LGD. И забирают первую вышку. Достается она Шедл Шэмоном. И в миде сейчас Тауруля тоже, скорее всего, отвлекит. ДД вместе с Силаром занимаются этим весьма-весьма увлеченно. У Силара уже есть 1500. Очень может быть, что это будет Гост Септер следующим айтемом. И у него уже 2000. Вышка, конечно, да, дает отличный-отличный буст по деньгам. Можно посмотреть, наверное, сейчас Нетворф. И мы видим, что 5600 сейчас насобирал себе Морф. И Шадул Шамон опять! Ну что это такое? Бамбу! Бамбу уже, кстати, не первый раз фидит. Так что я даже, ну, не знаю, не знаю. По крайней мере, по прошлым матчам. Я не говорю про сегодняшний. Сегодня он еще не успел нафидить. Но в прошлых играх были у него не самые лучшие результаты. Я это помню. И Маузам нужно подсобраться. Потому что один фраг за 14 минут это вообще не торт. Блэку, возможно, стоит сейчас попытаться побить Дарк Сира. У него тут, ну, нормально так, 700 маны. Просто Блэк боится. Сейчас какой-то еще один чувак нарисуется. И будет беда. Будет Денай Тауэр. Тут на самом деле все было не очень сложно. С атакой в 150 задонайить вышку против 90 атаки Дарк Сира. Вот так. И назад, назад, назад. Ляп! 210 урона. Просто по Ксяо Эйд заехала. Причем Волк, наверное, если бы не помешал, там бы и того больше залетело. Антимаг просто не стал дальше лететь. И не стал не улететь. Ничего подобного. Там дизрапшина 14.37. Демоник Пурч. Минус. Лешрак. Мидия. И сейчас будут убивать 14.37. Да, там есть подкоп. Минус. Вот Сенкинга. Хорошо все делает LGD. 9.1. Пока что полная доминация. Ничего не могут противопоставить. Маус Спортс. Абсолютно ничего. И Блэк сейчас вот как раз, как и в прошлый раз, попадает под эту, так сказать, категорию игр, когда антимаг фармит. Антимаг красавчик. Хотя сейчас он мог, я думаю, и убить кого-нибудь. Уже прям под Тир-2 Таурами забирают пацанов. Тут, понятно, Бамбу вообще куда-то заехал. Боюсь, сейчас Куроки может отлететь. Силар. 3.300 у Силара и Рингов Аквила. Морфлинг. Куда же ты поедешь? Морфлинг, морфлинг. Ему даже Линкенсвера не нужна в данной ситуации. Действительно, он будет ваншотить четверых из пяти игроков. То есть ему в драке даже особо цель перебирать не нужно будет. Он просто будет заходить и убивать. В это время идет размен Тир-2 на Тир-1. И вряд ли даже, я думаю, антимаг сейчас убьет Тир-1 Таур. Конечно, на крипах он тут нафармится маленько. Силар уже с Иглсонгом. Опять Бамбу видит. Я даже не успеваю замечать, как его убивают. У Бамбу уже 0.5. Просто из 11 фрагов 5 на счету у Виндрандера, которая стояла в сложной. 3 на счету Усинг Синга и 14.37. Ну понятно, за ней там приходили в МИД. Антимага вообще почти никто не трогал. Куроки тоже в драках участия не принимал. Пока что ЛГД по сути абсолютный результат. В том плане, что кого они бы не приходили на какую линию, убивали просто всех в салат. Дарк Сир. Мне даже страшно сейчас смотреть, что будет делать Морф с игроками команды Маус Спортс. Да, все, уводит он пока свой репликейп. У нас идет атака сейчас в миде на Синг Синга. Есть Дизрапшн. ДД машет, машет жалом. Хорошая стяжка. Много, очень много урона входит Маузов. Куроки, лоу хп. Куроки, давай забери хотя бы этого Сынкинга. Виспов нету. Ничего его не полечит. У Ксяуэйта очень много маны. Куроки бежит. Куроки уходит. Хорош. Хорош. Может, тут уже и Бамбу пришел. Давай, Бамбу. Вяжи, пацанов, выигрывай доту. Вяжи. Убивай. Нет, Ашика у него на кулдавне просто сейчас стоит. Есть пауэршот. Есть хороший выстрел в исполнении Блэка. И, наконец-таки, наконец-таки Маус Спортс огрызнулись, назовем вот атак. И АМ обратно уходит на топ. У него там тысяча голды уже есть. Ну, по сути, это ПТ Баттлфьюри. ПТ Баттлфьюри на 18-й минуте не так уж и дофига, на самом деле. Ну, немало, немало. Да, пишут, что все, им 5 проиграли оба матча. Ну, короче, будем ждать, когда же нас все-таки просветят. Что там произошло с ними, почему они не явились на игру. Силар. Все, у Силара 40 голды. До Эзерел Блейда. Вот, вот этот крип. Крип, который стал для него, вот, чтобы не соврать каким, 98-м. Летит к нему уже Гост Септер. И все, пиши, пропало, пацаны. Нет, конечно, его сейчас попытаются убить. Репликейта у него, кстати, нету. Все, слоу. Тут вейв. Нет, уже не уйдет отсюда Силар. Скорее всего. А он перекачивается в дизрапшене. Да лол. Но все равно его убивают. Антимаг только что прервал серию мега-убийств. Это хорошо, но боюсь, что эта серия мега-убийств станет скоро совсем большой. Сейчас прыжок на Яо. Антимаг, ну где же ты был? Друг. Почему не бить Брюмастера? Не забирать у него ману, такую ему необходимую? Короче, проблемы сейчас еще и у Куроки. Виспов у него нету. Залетает у него булыжник. И Куроки отсюда уже никак не скроются. Фиксы. Блэйк уходит фармить вниз. Там, кстати, вышку можно подпушить. Да, там еще и тележка стоит. Еще очередная пачка крипов. Так что тележки тут нормально. Сейчас Тауэр прохарасит. Будут размениваться Тир 2 на Тир 1. Конечно же, Блэйку это лучше, чем просто отдать линию. Тут дело СТП уже морф. Силар просто перекачивается, перекачивается полностью в Агилу. Да ему пофиг, у него вот эти 815 хп, ему будет их хватать, потому что ему даже не придется в драках-то участвовать. Он просто залетел в репликейт, залетел, сделал минус и улетел в репликейт. Ну и все. Дайер с топ-тауэр хас фоллен. Общая ситуация. Следующая. Больше 10 тысяч уже преимущество у LGD. Не зря они занимают первое место в группе. 7500 у LGD по экспе. Счет 16-4. Пока что доминация. Морф убивает виндранер. Я не знаю. Я пропустил уже, наверное, фрага 4. Но они пропущены только потому, что... Они происходят за одну секунду. Бамбук где-то загулял. Получил вот Ezreal Blade, Adaptive Strike, Vape. Все. До свидания. Там тысяча урона просто залетает. И с этим ничего не поделать. Там даже бедная антимаг, я думаю, будет терпеть. Брюмастер покупает уже вторые Некра. Курьера, кстати, нет. Но Курьер там пустой. В нем ничего интересного не валяется. И LGD будут идти на Тир-3 вышку. Там у Расты есть. Да, у Расты есть ворды. Хотя они только первого уровня. Но все равно Таура не регенят. Просто ворды направлены на Таура. И все хорошо. Даже все становится на свои места. Что такое? Куда вы собрались? Куда-то они собрались. Да, ставятся ворды. LGD начинают атаковать. Еще и Некра-Намиконы. Просто Некра побежали там в атаку на Синг-Синга. Хорошо. Хоть Таура забирает. Тут прилетает сразу же Брюмастер. Хороший клэп по 14-37. Тяжко. Подкоп. Минус 14-37. Даже Дизраб же не успел завязать. Куроки. Куроки умирает. Все умирают. И просто два минуса. Без два места на Силар с вазочкой был. Вроде что-то такое. Или кто-то там был с вазочкой. ДДЦ уже тоже Гост Септер себе хочет купить. Перекачка. Ой-ой-ой. Силар просто чуть не умер от волни или широка. Опасный был очень момент. Да, но тем не менее. Сейчас буквально, друзья. Сейчас должны, по идее, добрать эту линию. Бараки пока что еще стоят. Но боюсь, что осталось совсем-совсем недолго этим баракам. Находиться нет. LGD отступает. И буквально один момент. Все, я снова вернулся. У нас тут важнейшая инфа. Просто важнейшая. Бамбу. 70 хп. Фласка. Отлично. 166 урона. И в репликейт. На последней секунде просто уходит в репликейт Силар. Может показаться, что это совпадение, но нет. Силар все рассчитал. Он знал, что на последней секунде завязает вейп. ДД. Даггер арканбуции. Сяоэйт, понятно, идет на аганим. С аганимом Блэк вообще ничего не светит. Блэк отчаянно фармит. У Блэка уже будет сейчас манта стайл, но она его не спасет. Потому что у него 1000 хп. Да, будет у него там хотя бы, может, 1400. Но этого все равно не хватит. Видимо, Куроки, который тоже здесь умирает, судя по всему. И виспы ему здесь тоже, конечно, вряд ли помогут. Кентавром очень четко застанил Куроки. Блин, красавчик на самом деле. И в смоке убегает. Убегает от команды противника. Не могут его пока что догнать. Да, тут и подкопы и ищут Куроки. Куроки просто красавела на самом деле. Отличный момент. Не знаю, можно куда-то его даже, наверное, и записать. Просто красавчик. И делает ТП на базу. Блин, жесть. Вот он вам Куроки. А тем временем Зенит за 20 минут унижает Аэллов. Интересненько. Стяжка. Успевает в этот раз делать Disruption в Шидо Демон. Но этого тоже не спасает. Ловит здесь еще Син Кинга. Син Син Га хотел сказать. Син Син Куроки. Все отдержают. Блэк тут. Блэк может убить сейчас Силара. Ага, балалайку он может убить, а не Силара. А Курьер летает прям по базе у команды Моус Спортс. Тут загоняют их уже под фонтан. И просто вот этот рейп, который происходит. Да, там Адаптив Страйк. Влетает дальше Морф. Морф с Монт... Ой, не Морф, точнее, Блэк. Блэк с Монтастайлом. Хороший Шекл. И Силар умирает. ДД, кстати, здесь тоже умирает. Скорее всего. Тут все, кстати, умирают в ЛГД. Нет, линию Моуза не потеряли. Это хорошо. То есть они пока что до сих пор только без МИДа. Блэк делает серию убийств. Это, конечно, не знак того, что такие охрененные пацаны Моуза и делают камбэк. А просто ЛГД заигрались. Вместо того, чтобы бить вышку, они погнались там под фонтан. То есть такое дело. Russian Dot'у показали. А говорят, что китайцы нас не понимают. Все отлично, они понимают. Побежали бить под фонтан пацанов. Пишут, что они опять просто продались за выпуск Димы Смелого. Или их вместе с ним посадили. Итак, я О с третьими-то некрачами. Очень опасно. Некрачи такие еще забавные. Бомбои самый забавный из всех некрачей. Бежи, Бомбоу. Я в тебя верю, Шекл. Ну, нет. Бремасер, вот этот лучник. Просто давайте назовем его... Он как раз еще в таком зеленом балахоне. Он у нас будет Рубин Гудом. Ну что, Рубин? Блин, нет! Нет! Как же... Просто вот так вот снимают мелодрамы. Вот был Рубин, совершил он отличное деяние. Убил злодей Ку. Но тут все. Всклеился пацан. Завозит пока что Таурулю. Таурулю, конечно же, забирает Силар. По крипстацию у антимага 200 крипов, у Силара 128. Антимаг просто тут переформил его по всем параметрам. Но то, что... Короче, ладно. Я думаю, вы видите, что происходит. Секси Бомбоу отлетает, кстати, с одного крита на 444. Сингсин тоже ничего не может делать. Антимаг хорошо режет. Антимаг еще нужно делать пинус. Антимаг, блин каут! Давай, хвали оттуда, Блэк! Блэк, беги! Беги, мужик. Вся надежда на тебя. Бремастер рассыпается на Бремастеря. Куроки отъезжает. Остается один Блэк. У Блэка 2-100. Блэк, я не знаю, что тебе посоветовать, мужик. Бросай эту команду. Уходи в зенит, как лода. Просто самый дельный совет, на самом деле-то. Давай, Блэк. Я в тебя верю. Морд, конечно, его тут никак не убьет. Пиу, пиу. Некрачи, кстати, сильного достаточно доставляют. Неприятности. Слышу, я там кто-то бежит. Кто же это бежит? Это Бамбу! Это Бамбу! Встав офизердри на 28-й минуте! Давай, давай. Силарчик. Что там? Нет, никак. Дарксир, тем временем, покупает себе Аганим. Аганим это приятная тема. Бамбу кого-то выжидает. Мне интересно посмотреть, что же он делает. А сейчас, друзья, мы посмотрим минуту из жизни Виндранер. Вот она, Виндранер. И вот она, ее жизнь. Короче, беда на самом деле. Нет, Силар тут тоже умирает. Это хорошо. Серию убийств Силара только что прервал Блэк. Если бы у Маузов были живые все три линии, тогда можно было бы говорить о камбэке. Но тогда бы LGD не страдали такой фигней и не летал бы Мор по всей карте, не убивал бы врагов. А так... Ну, хотя нет, я вру. Он бы летал и убивал. Так вот, так вот, так вот. ДДЦ с Гост Септером против трех магов и АЭМа. Отличный план. Не, а Гост Септер хороший вообще план. Смотрите, ДД хорошо залетает. Копает, но ульт уходит в одного куроке. Хотя нет, не в одного куроке. Там еще и 14-37 попал под раздачу. ДДЦ сразу же Гост Септер ловит сетку Блэка. Блэка карают просто трое, четверо. Блэк успевает уйти. Хорошо, красавчик. Блэк, единственный человек в Маус Спорт, кто умеет играть в Доту. Дабл килл. Не, ну бамбу что-то вообще сегодня. 0.11 бамбу. Вот где? Маус, бамбу. Друзья, вот вы смотрите трансляцию. Открываете табличку. Жмете на бамбу. Пожаловаться. И вот тут. Фидераст. Жалоба отправлена. Спасибо, что помогаете улучшить сообщество Дота 2. Я только засов. Ну, 14-37, ладно. Он там слишком тонкий. Много можно отмазок придумать для Шадоу Демона. Такое. Да, бамбу. 0.12. Хорошо, нужно 0.15. Вот как в Counter-Strike просто. Вот, чтобы зарулонил. А сейчас будет байбэк Антимага. Да, Антимаг моментально делает байбэк. Возвращается в сражение. По кому бы так зарядить? Расту бы под госцептером на 1000 урона. Вот это было бы мощно. Давай, лепи. Лепи, мужик. Нет. Блэк умирает. Блэк умер. Раста бы умерла там просто с одного залпа на самом деле. ГГБ пишет Маус Спортс. И действительно, поздравляем ЛГД с их очередной победой. У нас впереди вторая карта между этими командами. Игра очень интересная, динамичная, занимательная. Много веселых моментов. Там уже даже в Твиттере написали репорт его. Согласен, согласен. The Radiant has now mega creeps. Отлично. Сейчас я останавливаю запись. Наверное, как только табличка у нас включится. И мы быстренько-быстренько-быстренько перейдем к игре под номером 2. Так. Вот. Где-то это фиговина. Играет музыка.